В Ак-Тубе многодетная семья готовится зимовать в дачном домике. Недавно 35-летняя Карлогаш Садыкова родила шестого ребенка. На пособие по уходу за малышом глава семьи сделал пристройку. О теплой и благоустроенной квартире в этой семье только мечтают. В жилищной инспекции их не обнадеживают. В очереди на получение жилья стоят почти 600 таких же семей. В многодетной семье Садыковых растут сразу три школьника. Только им в этой семье покупают вещи и обувь. На нужды остальных детей средств не хватает. Доход семьи 40 тысяч тенге в месяц, половина из которых уходит на оплату кредита. Мы стоим в очереди на получение жилья, но когда его получим неизвестно. Поэтому сами ремонтируем свой дом. Помощи я не хожу, не прошу. Как-то написал заявление на получение адресной социальной помощи. Мне отказали. Как многодетная мать я тоже ничего не получаю. Младшему Айсултану 10 дней от роду. На пособие по уходу за ребенком семья приобрела строительные материалы. Своими силами сделали пристройку. Дети в этой семье давно не видели фруктов и сладостей. Несмотря на это, мечты у них совсем не детские. Нам нужен дом, но у нас нет денег. Я бы хотела малышу купить коляску и бесок, потому что все у нас старое. Сотрудники жилищного фонда не обнадеживают. В очереди на получение жилья стоит свыше 16 тысяч человек. Социально уязвимая категория граждан самая многочисленная. Именно к ней относятся многодетные матери. Их в очереди на получение долгожданных квадратных метров 564 человека. В 2011 году она подала документы. На данный момент она среди них стоит под номером 300. Среди многодетных семей жилье будет ей предоставлено в порядке очередности. В этом году в октябре 22 многодетные семьи отпраздновали новоселье. Всего же в категории малообеспеченные 100 человек получили квартиры от государства. Елена Устимович, Блот Молдогалиев, Айбек Даутов, Октубе.